Мы продолжаем показывать цикл сюжетов, над которыми сотрудники телерадиокомпании «Волна Плюс» трудились еще более 10 лет назад. Нам календарь напомнил. Первое воскресенье октября – День Учителя. И праздник этот, пожалуй, общий для нас. Все мы прошли школу. У всех была первая учительница, которая, как в детской песенке поется, учила буквы разные писать тонким перышком в тетрадь, вычитать и умножать. А потом подросших малышей передавала своим коллегам, с которыми продолжался путь по дороге знаний. И многие выпускники с доброй улыбкой вспоминают сейчас свои школьные годы и тех, кто учил их стремиться к познанию, учил смотреть на мир пытливыми, внимательными глазами. И пусть нынешнее время подбрасывает в школе одну проблему за другой, наши педагоги остаются верны своей многотрудной, не всегда сиюминутно благодарной профессии, своему призванию. И какие же свойства души, черты характера необходимы школьному наставнику, чтобы, несмотря ни на что, сеять разумное, доброе, вечное. Ну, на мой взгляд, наверное, прежде всего, любовь к детям, доброта, ну, наверное, справедливость, ну и поскольку время этого требует, наверное, требовательность. А вот как Вы пришли в школу? Вы знаете, наверное, подтолкнула меня в моем выборе моя первая учительница, Ажиганова Зарима Васильевна. Училась я в четвертой школе, сейчас, к сожалению, уже Зарима Васильевна нет, но все добрые воспоминания у меня об этом человеке остались. Очень хорошие воспоминания именно о начальной школе, об этом человеке. Вот, наверное, глядя на нее, мне захотелось тоже стать такой же. Ты считаешь, что трудно быть учителем? Считаю, что трудно, потому что учитель все силы готовит, чтобы научить детей. Мне очень нравится, потому что у нас учительница добрая всему, всегда научит. Марина Владимировна очень добрая. Я хочу поздравить эту нашу учительницу, чтобы она никогда не болела, всегда радовалась своими детьми в классе, чтобы всегда была здоровой. Как ты считаешь, трудно быть учительницей? Почему? Да, трудно, потому что нужно иметь твердый характер. Как бы ты поздравил свою учительницу Ирину Владимировну? Чтобы у нее было много открыток, улыбок. Улыбок. В этот праздник, да? В этот праздник. И всегда. И всегда. Отлично. Школа у нас хорошая, красивая. Учительница у нас очень добрая. Я хочу ей пожелать, чтобы она жила хорошо, счастлива, чтобы она нас любила, чтобы ей здоровье хорошо было. Чтобы она нам всем ставила пятерки, никогда не болела. Тебе очень нравится? Да. Ирина Владимировна. Да. Я не хочу уходить, я хочу учиться и учиться. В Печерской средней школе номер 9 в канун профессионального праздника учителей уже традиционно проводятся дни самоуправления. Что это такое, знает, пожалуй, каждый школьник. А нашим зрителям объясним. День самоуправления – это такой день, когда ученики старше 50-11 классов заменяют у школьной доски своих учителей и ведут уроки во всех классах согласно расписанию, составленному именно на этот день. Очень трудно вести урок. Ну, может быть, учителя как бы привыкают, им уже, как сказать, немного проще. А для меня это сложновато будет. Вот, можешь сказать, какие проблемы в этом классе? Дисциплина или с вниманием ребят или с чем? Пока все идет хорошо. Нет, пока все идет хорошо. Ребята умные, способные. Вот. Учат они хорошо. Вот тут мы два труда провели, так все отлично и налепили, и прочитали все хорошо. А вот преподаватели в день самоуправления устраиваются за школьными партами, внешне невозмутимые, но слегка озадаченные. Какие испытания приготовят им на этот раз милые ребятишки? На сей раз был проведен классный час – игра на охотка Робинзона. Вроде бы не затейливая, но пришлось педагогам девятой школы потрудиться, чтобы сдать экзамен на смекалку, нахочивость, эрудицию и, конечно, чувство юмора проявить. У нас каждый год проводится день самоуправления, когда единственный день, когда наши учителя освобождаются от своих непосредственных обязанностей, и на их посту занимают дети. И у нас стала традиция проведения день самоуправления. И таки накануне дня учителя. То есть сегодня уроки в классах ведут старшеклассники? Да, сегодня уроки в классах у нас ведут старшеклассники. Справляются они с этим? Справляются. Достаточно квалифицированы проведены все уроки. Я думаю, что можно поставить всем оценку 5 за урок. Праздничный был субботний день и в средней школе номер один. Но вот когда мы открыли дверь с табличкой 3В, то встретила нас в классе только Илона Александровна Алексеева, возможно, намеренно задержавшись здесь. Скоро мне действительно придется выехать из нашего замечательного города, в город Иваново, потому что у меня муж военный, и нас переводят туда, к новому месту службы. Но тем не менее, эти 7 лет, которые я провела в первой школе, останутся, наверное, для меня самыми светлыми, самыми замечательными, самыми, ну, можно сказать, что, наверное, каждый человек, есть у него какой-то момент, когда он чувствует, что он, наконец, родился. И это бывает во взрослом возрасте. Так я хочу сказать, что первая школа, она действительно меня где-то родила. Я родилась здесь, как учитель, и как человек, и самое ему, наверное, светлое. Самое прекрасное, что со мной случилось, это случилось в стенах этой замечательной школы. Я никогда не видела столько прекрасных людей, которые самоотверженных, добрых, невероятных. Действительно, они научили меня работать, они научили меня любить, они научили меня быть человеком. Поэтому я всегда буду с большой теплотой вспоминать первую школу, и я не могу сказать, что я с ней прощаюсь. Она всегда будет со мной. Скажите, пожалуйста, какими свойствами души, характером, каким нужно обладать, чтобы в наше такое многотрудное время приходить всегда с улыбкой доброй в класс и сеять разумное, доброе, вечное? Конечно, душа должна быть. И это, наверное, самое главное. И она должна быть настолько большой, любящей, чтобы этой любовью, этой огромностью заполнять все и давать возможность детям и тем людям, которые оказываются рядом с вами, не замечать каких-то трудностей и думать, наверное, о самом лучшем, о том, что действительно существует в нашей жизни и составляет нашу жизнь. Наверное, все учителя — это люди необыкновенные, и мне хочется вспомнить слова одной великой киноактрисы, которая говорила, что есть три специальности. Это врач, актер и учитель. С этими специальностями люди рождаются. И, наверное, для всех этих людей характерно то, что вот у них такая большая-большая душа. А скажите, пожалуйста, ваше пожелание коллегам в День Учителя? Я бы хотела, чтобы, несмотря ни на что, у них хватало сил, мужества, любви, улыбаться и дарить радость. И, несмотря ни на что, все обязательно будет хорошо и обязательно наладится. И верить в это. Главное, если человек верит, то вот так оно и будет. Дорогие коллеги, поздравляю вас с этим профессиональным замечательным праздником Днем Учителя. Я желаю в этот праздник улыбок, радостных забот, здоровья, счастья и успехов сегодня, завтра, круглый год. Где взять одни в благополучии? Так не бывает. Это факт. Но пусть побольше будет лучше, поменьше будет кое-как. Прежде всего я хотела бы поздравить своих учителей, свой педколлектив с праздником. Пожелать им здоровья, терпимости и благополучия им и их семьям. Желаю всем, прежде всего, здоровья и, самое главное, радостного, вдохновенного труда. Без этого никаких успехов не будет. Так я думаю. Я хочу поздравить всех учителей четвертой школы, в особенности Галину Титону Цымбал, Римму Ивановну Васильеву, Екатерину Прокопьевну Иконникову. Хотелось бы еще поздравить хозяина Людю Васильевну, поэтому с Белякова, с Светлана Владимировна. В этом году заканчиваем 11 класс и будет очень трудно расставаться со своими учителями. Ко всем к ним привыкли. Поздравляем всех учителей с праздником!